уважаемые зрители вы смотрите 39 валют меч не обсчитался я выпуск нет у нас юбилей через один выпуск для очередного сегодня у нас 23 августа воскресенье мы записываем до 39 выпуск который завтра и выйдет первую часть мы выложим первую часть мы выложим завтра дорогие друзья вторую как обычно во вторник я заговорился простите меня пожалуйста доктор исторических наук валерий дмитрий соловей и я александр бабулев рады вас приветствовать наших зрителей и подписчиков валерий дмитрий знаете ли вы что во всяком случае среди вашей аудитории ваш ведущий получил псевдоним ватсон я видел комментарии правда хочу вам сказать перспективы быть повышенным тоже до доктора но уже барменталя но вот на данный момент я вот собачка у нас есть на примете ну александр за городом собачек найти легко но нам до нужна какая-то особенно вы знаете по моему таковых персонажей много среди наших наших политической элиты согласно удержал свой злой за зубами трудно трудно это словца сама просится то язык вот но то что я на данный момент 20 как раз кстати буду сегодня вам задавать много вопросов потому что в плане сегодняшней программы много и детективных и к сожалению драматических сюжетов и буду вас спрашивать даже по самым глухим таким конспирологическим темам но просто потому что они только не пытаются давайте договоримся спрашивать лично но не пытать определенные пристрастие будет проявлено все в рамках светского протокола как вы могли вообще про меня такое подумать что я могу кто знает александр георгиевич человеке бездна всегда скрывается времена такие тяну с вами добрые друзья будьте вам не уверены прошла значит перед тем как приступить главной теме нашего сегодняшнего выпуска алексею навальному все-таки расскажите что у вас произошло в новосибирске лекция состоялась не состоялась пока к сожалению лекция не состоялась я должен был 21 до 21 августа выступать с лекции в клубе подземка в рамках дискуссионного клуба который ведет организует мой добрый знакомый аркадий янковский но накануне в этот это не клуб а лофт подземка значит его владельцам пришли люди из фсб сказали что проведение встречи со мной крайне нежелательно крайне и на другой день они повторили хотя я сказал но в чем-то проблема просил их передать значит я приехал формально в рамках поездки туда бизнес-омбулсмена бориса титова ну и договорился с аркадием что я выступлю ну и в результате значит встреча это не состоялось мы успели большую часть людей которые собирались что-то прийти предупредить дали публичное объявление но мы с аркадием провели онлайн беседу запись есть но при очень интересно что интернет работал превосходно ровно до начала нашей беседы как только мы начали беседовать через две минуты возникли некие неразрешимые проблемы связанные с интернет и связи ну что я могу сказать я принял такое решение для себя что вот все то что и плюс новое что я узнаю я расскажу 11 сентября на встречу у меня будет лекция 11 сентября уже в москве по традиции провожу лекции раз в полтора месяца это будет онлайн и оффлайн лекции так что все желающие смогут подключиться и вы не против мы дадим ссылку на подключение я как раз а то хотел уточнить есть уже есть информация по горизонте информация конечно по алексей анатольевич давайте я сумму информационную часть изложу а потом мы будем ожидать вашего анализа по этому поводу мне кажется может быть знаете может быть зрители выпадали из информационной повестки неплохо будет ее напомнить друзья утром 20 августа во время перелета из томска в москву алексею навальному стало плохо в самолете по словам его пресс-секретаря кира ярмаш он у нее попросил салфетку было обильно испарина значит просил ее с ним говорить видимо знаете наверное он терял сознание очень боялся этого состояния сознание но потери как самоконтроля контролем позже все-таки потерял в туалете самолет совершил экстренную посадку в омске далее госпитализация в бсмп больница скорой медицинской помощи номер один города омска в отделении токсик токсика реанимации там алексей впал в кому его подключили к вл до рейса навальный пил черный чай венской кофейне аэропорт омск причем два стакана интерфакс сообщил вообще очень много было валерь меч информационной муть и вот наверное одна из значит версии по предварительным данным навального могли отравить неустановленным псих и дислептиком даже называли конкретные вещества оксибор от натрия оксибутир от натрия хотя это не совсем даже вот галлюциногена какое-то вещество вызывающую эйфорию якобы не установленный сотрудник транспортной полиции нашел следы этого вещества на стакане что впоследствии конечно не подтвердилось 21 августа врачи больницы скорой медицинской помощи объявили о том что они не нашли в анализах алексея навального следов отравляющих веществ и то что они говорили диагноз был такой что это какие-то проблемы с обменами веществ до диабетического типа хотя до этого никогда у алексея анатольевича еще похуже на диабет ни первого ни второго типа не диагностировалась и даже не проявлялась выступил пресс-секретарь президента песков он сказал что не будет возражений если родственники сочтут необходимым лечить алексея в германии 21 числа в аэропорт омска прибыл немецкий самолет такой мобильный госпиталь но врачи омской больнице не разрешили перевозить его в этот день ссылаясь на его неустойчивое состояние вот тут мне показал страны валид мечи как мне сказали этот самолет был оборудован лучше чем он чем чанченко и больнину в этом мало сомнений александр георгиевич что самолет был оборудован лучше поэтому этот запрет носил очень странные видимо продиктованы даже не видимо а точно продиктованы извне характер 22 августа вылет германию все же состоялся политика доставили в госпиталь шарите перевозку навального в германию оплатилась предприниматель борис зимин валид мечи вам слово но первое чего и начну я хочу сказать что это не самопокушение как некоторые удалые головы предпочитают сейчас говорите эта версия будет развиваться тому в целях пиара самопродвижения я считаю что эти предположения абсолютно оскорбительны не просто ничего общего не имеет с действительностью они абсолютно оскорбительны я хочу сказать тем кто так думают если вы хотите такой рекламы и такого пиара попробуйте ввести себя в состояние комы с непредсказуемыми последствиями это первое второе у меня нет никаких сомнений в том что речь идет о политическом покушении никаких сомнений ни малейших сомнений не просто нет сомнений я точно знаю что это политическое покушение оно не увенчалось успехом расчет был на то что экипаж самолета нарушит регламент или испугается не и самолет будет продолжить свой курс до москвы я напомню что из томска до омска полтора часа а из томска до москвы 4 часа в этом случае до москвы бы доставили алексея анатольевича или уже мертвого или в состоянии овощи решение о посадке принял капитан воздушного судна я просто напряг на остатки знания в гражданских авиаперевозках то есть сначала должно было быть получено одобрение земли но все-таки окончательное решение принимает капитан давайте скажем браво этому человеку дома скажем браво это мужественный поступок общечеловеческий да но дело в том что в россии человеческие поступки выглядят мужественными и более того сейчас значит разбирательство действия экипажа который строго следовал регламенту обратить внимание и поступил в высшей степени гуманно и с моей точки зрения это явно указывает на некую заинтересованность сомнительного свойства негативном исходе судьбы алексея навального валиме еще вот это вот суточная задержка госпитализации в германию вызывает очень много пересудов в чем подоплека их объяснить эти же пересуды и предполагают решение объяснения с моей точки зрения я бы сказал так из того что я знаю абсолютно справедливая токсином чтобы вывести их из организма требуется около суток 24 часа это было выдержано токсины выведены но на самом естественным путем искусственным и тем другим и чем другим их действие было замаскировано скорее всего вот поэтому довольно сложно было определить диагноз довольно сложно определить диагноз и я бы не стал бросать камни во врачей сказать обвиняют том что они лгали внешне внешне ну собственно говоря никто в этом уже не сомневается что это напоминает кому и это является еще не напоминает это есть кому вопросом какого она характера то есть этиология комы при ее природа не выяснена и вот этим будут видимо сейчас заниматься немецкие врачи им предстоит сделать серию анализов и искать следы мне сказали что с высокой вероятностью не точно не сто процентов нас высокой вероятностью если там было воздействие нет никаких оснований в этом сомневаться что было внешнее воздействие то они эти следы обнаружат другое дело что результаты этих анализов будут не очень убедительными поскольку 24 часа уже прошли и данные тех анализов которые были сделаны 24 часа им совершенно очевидно не предоставит ли предоставит фальсифицированные фальсифицированные данные ну что валют меч давайте порассуждаем до вас он будет вам накидывать версия на вы будете искать у них логические изъяны скорее всего как мне кажется та группа которая скажем так пыталась убить навального нам так и останется не выяснена ну потому что группа которая способна осуществить операцию такого рода она вообще публичностью не страдает ни в каком виде честно вы говорите о конкретном исполнители это одно а если говорить о тех кто принимал решение это известно мы фамилии здесь называть не будем по избежание проблем но в этом нет секрета давайте рассмотрим все версии пожалуйста давать я думаю что зрителям это будет интересно ну естественно диапазон версии много да это у нас будет самый широкий начиная там от традиционный во всем виноват путин до до версии так называемые сакральные жертвы кстати давайте сразу извинимся перед родными алексея анатольевича что мы так вот как бы мы желаем чувствительным скорейшего и полного выздоровления это правда но мы поскольку ведем с вами информационно-аналитическую сейчас программу то мы в общем обязаны эти версии рассмотреть как бы мы к ним не относились но не бытует более того некоторые из них интенсивно поддерживается и внедряются в отечественное сознание российской официальной пропагандой ну так вот значит и противоположные спектра версии это о том что это покушение осуществили враги нашего президента давайте вот кстати начнем с конца со списка врагов президента да 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 кстати решен бесконечно странный собрагу в нашу можно записать несколько десятков миллионов граждан россии вы меня опять проинтуищили уволенить я как ни странно хотел начать михаил борисе ходорковского которые что он в радаре странным образом дал основание для этих интервью эхо москвы маша майерс очаровательный он сказал о том что сейчас не очень то в общем то подходящий для владимир владимирович момент этот момент вот совпал именно с такого рода акции потому что трамп президент трамп три недели назад приглашал нашего президента посетить сами g7 и значит как он сказал что вот прям совсем недавно вышла некая записка обращения ряда представителя дим партии с призывом все-таки восстановить контакт с россией для сдерживания китая эта версия меня заинтересовала знаете я воспользовался как что где когда некими опциями на раб помощь клубу трамп позвонит звонок другу позвонил алексей лапушкину председатель советов по это думал хотя бы болтона но что нет он очень ускушен во всех этих аппаратных делах или лапу жена лапу я не знаю как не знаком но за лапушкина просто выручает значит мнение его по крайней мере квалифицирован он так достаточно взвешено сказал что ну да версия выглядит внутренней непротиворечивой потому что если бы путин посетил сами g7 это бы укрепила его политически в глазах той самой рыскающей по его же словам по сторонам глазами элиты или ты могла бы подумать что к президенту вернулась его фирменная удача да и значит ситуация стабилизировалась вновь на какое-то время валид мяча в нашем подлунном мире все временное да она в итоге может превращаться в постоянные вообще все без одного временного состояния в другой переда так вот этого сценария враги президента значит постарались не допустить организовали вот это все-таки а в какие враги американцы республиканцы китайцы но враги то где некий не устанавливая на резервные группы в расчете на то что очень плохо воспринято западом который может какие-нибудь санкции еще и припаять да и это очень будет плохо воспринято глубинным народом потому что отравление довольно подлый способ сведения счетов с политическими оппонентами вот народу и так живется тяжело и все осточертело ну вот валид мяч где изъяны в этой логике джину собственно говоря сама логика это абсолютно порочно так вот порочно от и до потому что что же за логика мы давайте с вами скажем это выгодно кому-то кому кого мы не знаем здесь не указан бенефицар его просто нет его нет вот в этой истории никакого бенефицара нет это первое второе учитывая под каким кадром находился алексей анатольевич в момент совершением покушения да все это было бы зафиксировано третья история о том что там демократ китае ну честно говоря выйдя на войца не стоит ну просто выйдя на войца потому что демократов сейчас не блестящие шансы на победу не были уже не блестящие они уже выровнялись у трампа и у байтона сейчас равные шансы что надо смотреть не по социологии общей да как мы обычно смотрим скажем россии это наша социология оставляет желать лучшего а потому как будут настроены выборщики и вот по выборщикам оказывает что трамп побеждает вот даже в данный момент не очень уверенно но у него шансы на победу лучше чем у байт поэтому зачем приплетать сюда демократов вы же вот все эти версии вот это которую вы сейчас не привели видимо другие не имеет объяснение следующее люди не верят в простоту люди не хотят доверять бритве оком что самое простое объяснение чаще всего но не всегда давайте сразу скажем там словно 9 99 процентах случаев оказывается и соответствующим действительности поэтому когда я слышу что это невыгодно путина это невыгодно кремлю это слышу и слышу с убийства литвиненко с убийства литвиненко и с утравлением скрипалей убийство бориса немцова повторяется один и тот же логический ход это невыгодно это какие-то не установленные враги ты могу сказать что это абсолютная полная стопроцентная чепуха насчет не установленных врагов владимир владимирович путина и и даже и он если поедет на сами g7 отношение элиты к нему во первых мировых элит но никак не изменится понимаете они знают ему цену их мнение о нем однозначно он знает что они о нем думают ему это как ни странно доставляет некоторые мрачные самоудовлетворение он все равно рассчитывает их переиграть этом принудит к чему-то что это вообще никакой проблемы не составляет для него не психологическое не политическое так а кто плодит эти сущности сверх необходимого как они попадают журналисты и политологи они живут тем что они эти сущности порождают потому что если вы не можете ничего интересного предложить зачем вы вы же очень понимаете обидно когда вы говорить но все просто где там цимис где ваша оригинальность где объяснение на чем вы будете в конце концов зарабатывать деньги создавать себе репутацию нужно предлагать что-то оригинальное в жизни подавляющим большинстве случаев все очень просто политики тоже это как раз тот случай кстати раз уж вспомнили об этом любом треугольнике россия китай и сша лет пять назад валимич бытовал такая теория что сша и китай внезапно вот именно внезапно начнут конкурировать за россию пытаясь склонить каждый ее на свою сторону почему потому что как только россия оказывается на чьей-либо стороне эта сторона критически усиливается как показали эти несколько лет в общем то ничего такого не происходило но в америке все же сейчас идут разговоры что пора вернуть все русских бледнолицых братьев на свою сторону очень извините это абсолютная неправда никаких разговоров такого от сорта нет они давно пришли к выводу что москве придется определяться если она хочет потерять свою идентичность она будет на стороне китая если она хочет и сохранить она будет на стороне запада как вы выразились бледнолицыми братьями никого позиции кремля особо в этом случае не интересует точнее интересует но никто за него не борется за симпатии китайцы нас извините за цинизм нагинает как хотят нагинает как хотят американцам на нас по большому счету сейчас наплевать поэтому нет никакой борьбы это все тоже выдуманная совершенно выдуманная сущность что правда так это то что владимир владимирович пытается сыграть роль посредника пытается или пытался наверное в прошедшем времени лучше сказать между китаем и россии соединенными штатами прошу прощения но у него это не очень получилось потому что ему китайские товарищи сказали нам посредники не нужны нам не нужны заступники перед президентом трампа мы сами будем с ним решать наши проблемы там никого не интересует позиция россии россия страдальческой позе сейчас находится находите так это назовем так что китайцы совершенно точно не китайцы не американцы не стоят за покушением на алексея навального но скажите мне такой момент ведь не секрет что у нашей элиты все-таки вот так вот в глубине души валидами вот прям по секрету да хотела бы снять санкции в этом в этом смысле отравление навального момент снятия санкции не приближает но отдаляет то ничего подобного с этим как ничего подобного смотрите если никто не обнаруживает никаких доказательств веских еще вообще-то в москве официально уверен что не будут обнаружены просто не будут для формирования политической линии разве нужны бы когда плевать нет политической линии или взгляд на россию на российское руководство так будет точнее тому же давно сформирован и уже ничего не изменит но и эта история тоже они смотрят на нас как на дикую варварскую страну наше руководство как на средневековые руководства прибегающие к таким методом разве мало было до этого отравления покушения более чем достаточно когда вы думаете их должно больше возбуждено покушение на убийство российских политиков или покушение на убийство британских граждан как выдумать александр говоришь наверное второе все же вмешательство в их выборах должно возмущать их их возмущает это нормальный приоритет национальных интересов другое дело что алексею навальному в этом случае ну он такая не просто общенациональная фигура а общем фигура имеющая уже мировое измерение как эта история показала ну помните я же с вами обсуждал и говорил публично том что меня предупредили вот меня предупредили я потом об этом публично сказал мне предупредили в третьей декаде июля что меня хотят отравить и мне сказали я тоже об этом отчасти сообщил ни в коем случае не пить чай и кофе во вне во вне дома не пить чай и кофе в доме потому что чай и кофе который у нас доме может быть отравлен проникнуть квартиру очень просто нас нет допустим видеокамер ну сейчас поставим и мне сказали что если я буду покупать воду воду в магазине не больше двух бутылок то есть то что я могу потребить за какой-то ограниченный промежуток времени каждый раз менять марки воды это кстати говорю всем кто занимается в россии политикой с точки зрения собственной там а может и не собственной представляет угрозу я об этом сказал мне в голову не пришло что это предостережение может относиться к алексею навальному я публичное лицо но не настолько известен как он я всегда считал что публичность это защита видите в данном случае публичность не останавливает почему я объясню это все связано с белоруссией то все связано с оценкой рисков из кремля оценивает риски политические и считают что осенью риски политически крайне велики поэтому надо превентивно избавиться от потенциальных лидеров российского протеста это предельно простая своей сути истории послушайте ну вот например николая платошкина не отравили же да хотя его супруга вот буквально сегодня заявил о том что не назвав правда при этом источников но назвав их достоверными сказал о том что вот по ее информации и николай николаевич хотят отравить я вы считаете это вероятным сценарий я это теоретически не исключаю но считаю что сейчас риски использования такого метода конечно снижаются потому что как только будет отравлен второй человек ну вы понимаете здесь все станет очевидно поэтому проще допустим использовать какой-то другой метод покушения как все время там против меня пытались организовать автокатастрофу не буду рассказывать как но хочу про спасло просто чудо вот чудо спасло да но поскольку платошкин то сидит под домашним арестом то в его случае если кто-то считает но никто-то вполне определенную круги что он составляет угрозу то наверное лучше ему передать какую-то воду или там знаете подарок от друзей от соратников допустим набор чая валидович ну вот так средневековье настоящее вам хочу сказать что кстати михаил делягин как-то месяц назад высказывал предположение что домашний арест это вовсе не за мне не безопасно меры пресечения то есть когда человек сидит в сизо за него отвечает администрация сезона когда он сидит под домашним арестом за него по сути никто не отвечает в россии вообще жить опасно согласитесь мы с вами утром выходим вот вы там по своим делам отправляетесь а по своим и вы знаете что риски сразу же возрастать как только мы покидаем собственный дом с кем вы столкнетесь это ощущение безопасности абсолютно это просто висит самом разлито в самом пространстве россия это очень опасное место для жизни вообще кстати хочу вам сказать что в отличие от белоруссии посещая белоруссию по крайней мере несколько лет назад ощущение безопасности все-таки там как-то поосновательным даже вечер это правда но ведь такое же ощущение безопасности там как было в советском союзе помните до времен поздней перестройки вот чисто безопасно друг беларусь это есть музей за это я бы сказал высшее воплощение развитого социализма удивительно скучно невыносимо скучно а мы об этом поговорим я у вас хотел расспросить об этом подробнее почему вот эта модель белорусской стабильности вдруг оказалась не к двору белорусскому народу но это у нас далее в программе будет так что друзья не переключать и о белоруссии и о хабаровске мы сегодня будем говорить много кстати опять таки вот на версию о врагах и опять таки тот же самый миром борис сработала второй раз определив состояние нашего президента как человека которому уже все надоело это я практически точно процитировал ходорковского значит тут по опыту валют не знаю что такое состояние обычно наступает в момент когда дела идут не очень хорошо а дела то у нас идут совсем не очень хорошо у нас с вами страна это совсем другая вот все таки вот покушение на политического оппонента требует какой-то волевой концентрации вот здесь они же нет противоречий как у потому что президент наш ему не надоело вот он устал это правда он устал чистая правда он очень плохо себя чувствует и с каждым днем все хуже себя чувствует но это не означает что ему надоело править россии он скажет что ему надоело только тогда когда он решит основную или две основные для себя задача с уже возможно одну первое обеспечить преемственность власти потому что это критически важно для вызывания его семьи друзей близких критически важно второе когда он найдет возможность вписать свое имя золотыми буквами в учебники российской и возможно европейской истории так что ему не надоело ему надоело заниматься российскими делами совсем не надоело заниматься тем что мы называем геополитикой международное отношение чем даже близко покушевание плохо себя чувствует меньше времени может и уделяется труднее концентрироваться это правда но он сейчас решает вопросы выживания скажите вот вам надоест когда-нибудь решать вопросы выживания можно себе представить такой момент но можно явно не напоминает нету не напоминает такого человека совершенно верно поэтому не стоит там выдавать желаемое за действительно ну такая чего исходил ходорковский это вопрос к не про просто вот зрительно оценил энергетику президент смотрела нет энергетика конечно иссякает это очень хорошо видно но это он из него вытекает и будут вытекать все быстрее после 9 августа вот все после 9 августа началось мне сказали в июне что вот увидишь как с 9 августа он начнет сдуваться так это и происходит обратно энергетически или в плане легитимности найти я бы сказал что это почти все равно потому что в основе процесса лежит потеря удачливости вот вы как чек не чужды размышления о таких материях знаете да что вот есть удачи которые рано или поздно прекращается провождать человека это во многих историях начинают там от античных описано вот это время пришло она наступила с 9 августа ровно но кстати на хочу вам сказать косвенно предположение ходорковского вот вы сейчас сказали о том что президент довольно давно потерял интерес к внутренним делам я бы знаете вас бы дополнил наверное в первую очередь к экономическим делам на этой неделе все новостные агентства передали о его встрече с главой роснефти сечиным и о том что президент по ходу этой встречи сказал о том что неотвратимо значит по мере того как рецессия значит в мировой экономике будет постепенно преодолеваться значит вот вслед за подъемом мировой экономики обязательно и у нас дела наладится тоже знаете как вот такой погодный пример если позволить и вот идет дождь президент нам говорит ребят ну да мы стоим под дождем нам плохо холодно мокро но когда-то могу дождь не вечер когда-то ведь исправил в петербурге он вечер где откуда он родом тогда эта метафора ему непростительно хотят не его метафора моя вот но я хочу сказать валют мить что хорошая погода ведь можно не дождаться потому что под дождем можно промокнуть и заболеть если если обсуждать ситуацию в пределах этой метафоры вот как вам кажется в нас достаточно ли жизненных сил чтобы дождаться в рамках текущей сырьевой модели когда распогодится в мировой экономике еще вообще у русского народа и у народа в россии жизненных сил хватает мы не такую видывали и это переживем разве их на вратах политической логики политической логики до которую руководствует президент это кардинальная ошибка времени нет то есть мы можем предполагать что там через год приблизительно скажем в конце следующего года начнется рост цен на энергоносители он будет он не таким стремительным и не таким значительным как это было впервые с 2003 года по 2008 но он будет будет ощутимым но проблема не в экономике уже проблема даже не в политике проблема в самом качестве управления страной страна не управляется есть видимость из фикции управления и власть пытается произвести навести на страну морок пропагандистский морок и ужас вызвать ужас но ни одна задача стоящий перед страной вот вы говорите об экономике задача развития она не решается ну даже не ставится уж все знают что ничего делать никто не будет надо воровать сейчас последней возможностью воровать они этим успешно и занимаются воровать 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 чем вы выше тем вам удобнее воровать чем ниже тем для вас больше рисков понятно потому что придут чекисты и под видом значит борьбы с коррупцией вас арестуют а там что начнется мировой угла по экономичке подъем помните во времена нашей с вами комсомольской молодости мы могли видеть лозунг победа коммунизма неизбежно подъем начнется конечно только бенефициарами могут оказаться совсем другие люди другие силы и скорее всего и окажутся другие и кроме того мы же помнил с вами времена великой депрессии подъем экономики начнется но опять-таки вопрос когда это то до него доживет это вопрос физического желания но мы в подавляющем большинстве доживем конечно но жить нам придется очень плохо надо отдавать себя в этом отчет даже не столько вот потом сугубо экономическим причинам хотя они сами по себе фундаментально сколько во многом по политическим вот из-за этого самоуничтожение самопоедание и саморазрушение госаппарата и вообще снижение уровня управляемости ну да ладно 0 меч давайте вернемся к нашему того и оптимист да ладно хорошо давайте вернемся тему экономики обсудим чуть позже кстати подробно разговариваем по энергетическому сектору я думаю что я смогу обосновать свой пессимизм почао того что время из кризиса выхода из кризиса затянется что касается версии во всем виноват путин эту версию в присущей ему шахматному королю жесткой манере озвучил гарри кимович каспаров сказав о том что такие действия как отравление навального не могут осуществляться без санкции первого лица мне вообще казалось валид мечта у нас или то она ведь достаточно такая неоднородная да и в последнее время как-то выразиться поудачнее не такая вертикальная что ли да вот помните случае вот этот вот глупые нелогичные вызова навального того же самого на кулачный бой генералом золотом вы хотите сказать что он тоже согласовывал нет конечно это принципиально разные вещи это эмоциональный выплеск самого генерала золотова а то о чем сказал каспарус лет чистая правда навальный находится на первом месте в списке врагов государства и персонально президента путина все решения по нему принимается только с видом президента российской федерации хочу чтобы в этом не было никаких сомнений ни малейших ни малейших никакой от себя тени не было в этом вопросе и просто быть не могло скажите пожалуйста а как вообще велик список врагов навального это ведь не только ли на власти но и полярами это те люди по которым он проводил расследование я не знаю какой списке его врагов я бы сказал что у него много недоброжелателей но это не означает что кто-то из них бы пошел на такое решение даже пресловутый повар пригожин пусть повар пригожин это всего-навсего агент кремля не более чем не надо преувеличивать его самостоятельности и никогда не было это инструмент в руках верховной власти российской федерации спору пригожин естественно в этом случае он не вообще ни при чем не при делах это действовали настоящие профессионалы выгодят что не довели свое дело до конца ну это часто с ней не редко случается нередко случается в данном случае по счастью алексея навальна повезло волю лично вот в потенциале служба безопасности крупных коммерческих структур способны ли они не лезут по вот в такую политику это еще раз это высшая лига они не лезут вот просто не лезут я просто знаете может быть не к случаю вспомнил помнить довольно таки давно больше 15 лет назад похитили вице-президента лукойла кукуру помню да и что-то там пыталась наши мвд изобразить какую-нибудь активность но его и нашла и выручила из этой ситуации не службы безопасности службы безопасности лукойна который пользовался услугами фсб не надо наводить тень на плите и надо преувеличивать их самостоятельности профессионализм компетентность ну вот так они другая же контура осталось сотрудники фсб работу как правило да как правило вот что нет никакая корпорация никакой обиженный навальным не шувалова не рогозина не усманов вы просто на это не подписались это совершенно точно исключено совершенно точно исключено продолжим нагнетать валид мич дам вам еще одну теорию она самая крученная всех ну за сегодня который я вам предлагал вот чуть ранее и озвучил опальный журналист сергей резник он сейчас по моему не в стране находится где-то отъехал он его миграции на вот он валидович проследите пожалуйста вот где там в этой версии изъянной логики она такая довольно таки длинная резник сказал о том что в настоящий момент решается как будет развиваться сценарий перемен в нашей стране сверху или снизу всем очевидно что социальная политическая система находится у нас в системном кризисе валид мич до который должен будет либо привести к гибели системы либо к ее некоторой трансформации при этом смерть значит вот социального организма не означает биологическую смерть нашей популяции да как народ но для элиты напротив это означает ну практически и и и физический уход в небытие ну естественно таскать или до такого конца для себя не хочет поэтому чисто теоретически есть предпосылки к некому такому к некой элитной смуте и потенциальной базы для такой смуты по мнению резника является люди в возраста 35-45 лет вот это частью даже и силовая элита вот и в общем-то в истории россии было же часто так помните начиная с алексея михалыча тишайшего а в 18 веке престола наследия она ведь сплошь приходила проходила при участии силовиков вот вы меня спросите а причем тут навальный вот я как раз хотел да 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 по мнению резника вот как раз навальный является некой частью вот этой вот молодой аристократии до которой склонно по фронтировать и старые аристократии отравив навального послала этой молодой аристократии сигнал что она не потерпит даже запаха измена слушать слишком изощренно но слишком изощренно версия привела многое но да но многое но просто стук притянуты за уж ну да социально политики кризис неизбежен как искал не просто высокой вероятен он уже неизбежен будет масштаб риски вырастут для ключевой группировки или это они конечно вырастут двойне или в тройне до навальный 11 не просто один из фронтменов оппозиции ключевая фигура оппозиции человек который мог бы учитывая его там жесткость бескомпромиссности личные счеты возглавить протест этим он опасен все это вся история никому никаких сигналов посылать не надо ну если вот считать покушение на него сигналом туда не более все предельно просто все ясно никакого китая никаких соединенных штатов никаких рептилоидов все решается здесь но ведь все таки изолировать его от протестов можно было более гуманным способом зачет очередную уголовную уголовное дело он выйдет на свободу или первая волна протеста высвободит посмотрели на опыт белоруссии поняли что децентрализованный протест великолепен пока не встает вопрос о власти который решается с помощью радикальных действий на которые пока белорусская оппозиция вот я не знаю последние новости оказалось но белорусское общество даже не оппозиция не способна нет бескомпромиссного лидера навальный выглядит образцом бескомпромиссного лидера поэтому что сделать если вы обезглавить протест да то если он даже возникнет он не будет доведен до конца но помните на прошлогодних московских протестов его изоляция не очень-то помогла абсолютно изоляции не помогла с абсолютно верно ну и лидерская группа не выделилась опять же вспомните там была группа ярких гражданских активистов но они все равно пока остаются там условно политиками второго эшелона а поскольку навальный он еще в силу собственных действий сказать освободился от конкурентов в том числе в оппозиционном поле или никто с ним не решился конкурировать давайте выражусь точнее то если вы его убираете ту в оппозиции безглавлен назовите альтернативу кто может его сглавить там юлия навальный у нас будет не так как белоруссия у нас никто на скамейки становиться без обуви не станет у нас скамейки возьмут и начнут пустят их вход понимаю вы же прекрасно понимаете почему если люди летят белорусскую можно там объяснять различие там или противоречие глубже гораздо у нас я думаю что давайте мы примем это как факт и даже не предположение факт мы же живем среди наших людей мы знаем как они настроены я добросовестно выпытываю просто для для нас мы знаем прекрасно знаем как они настроены сколько здесь ненависти накопилось желание отомстить меня пугает взять там социальный реванш получить воздаяние понятно все здесь будут иначе то появится какие-то народные вожди я бы сказал полевые командиры как на донбассе в общем может быть он невозможно не у него зла жил невозможно почему не получен даже уместно вообще вот есть такое наблюдение что социальная система находящаяся в стадии на коллапса нереформируема это уменьшает шансы на революцию сверху остается только революции снизу никакой революции сверху не будет не будет вот революция снизу и вот этот момент когда начнется начнет разворачиваться и станет понятно что на необратимую часть элиты постарается прийти на помощь в оставшем обществу вовремя придать это предвидеть уже по элитах договора с третьего эшелона и первого тоже будет все-таки версия резника имеет какое-то отношение очень отдаленно это слишком сложно все александр георгиевич люди чересчур много надумывает для того чтобы выглядеть умными честно говоря одну жизнь про простая политика простая тоже есть задача вы задачу решаете 8 из препятствий вы препятствий убирается в россии убирают эти препятствия в варварской мани но ведь валидович тут ведь как фармакологии до в одной дозе лекарство бесполезно в недостаточное в назначенной дозе она полезна и в сверх дозе она может превратиться в яд вот отравление это политический метод в зоне яда то есть вы издержки издержки не можете прогнозировать с вами но рубль уже 75 валидович я подозреваю был бы 75 и без этого даже прекрасно понимаете идет ползучая девальвация не она будет идти пока мы не выйдем на новые санкции вот а что новые за навального понимает для того чтобы ввести новые санкции надо иметь какие-то доказательства мы с вами в первой части о чем говорили возможно они появятся а возможно и не если они даже появятся не будут носить косвенный характер не прямо опять персональные санкции а кто у нас и не знаю я не знаю все я думаю что все из фронтменов элиты все уже находятся все силовики в общем им запрещено ну не они не под санкциями запрещено покидать пределы российской федерации то это уже наши внутренние ограничения ну ну так или иначе никто об этом вообще не думает вызовет ли там в этой истории же не вызвало посмотрите массовых политических протестов обратите внимание возмущение моральное вызвал массовых протестов нет что не означает что она не станет частью оснований для протестов конечно станет ну что версию о том что отравление навального было для того чтобы отвлечь внимание людей от событий беларуси хабаровске я слышал что это там чуть ли не лукашенко или сделали попросил это чепуха уже там в кубе я бы сказал но мы с сами по кругу весе пробежались ничего не забыли я ничего не упустили но что-нибудь сногсшибательное головоломное наверное еще будет или есть я не знаю не слышали лично я старался как мог мы по моему весь спектр охватили да и вернулись конце концов следует брить векам а к чему там и чего начали давайте сделаем небольшую паузу до такую смысловую до музыкальную или статистическую если угодно вот этой накаленной темы на я тут на нашей страничке в контакте глав тема народ вернее не я а модераторы нашей группы мы провели мне кажется очень интересные статистические исследования у них принял участие много народу валидович я хотел бы друзья внимание на экран хотел бы чтобы прокомментировали результаты значит первый опрос был по такому поводу значит мы спросили наших участников о том кто лучше справиться с управлением в стране варианты ответов были следующие я на первое место я рада не стал себя выпячивая чем значит за то что самым эффективным управленцем будет чиновник проголосовал 3 процента прошиваем военный 6 процентов полицейский один процент рабочий 15 процентов наемный менеджер 19 процентов ученый 30 процентов неожиданно и предприниматель 39 процентов у нас среди участников группы довольно много людей с левыми убеждениями да ему предприниматели вырвались на первое место никто не кажется вам странным нет мне не кажется странным я думаю что это на самом деле довольно здравая оценка сравнение эффективности управленческих качеств различных групп то что у нас разочарование в силовиках и чиновничество носит тотальный характер мы об этом опять же с вами говорили да не хвостик да на них да я бы сказал об ученых мнение явно завышено вот я вам скажу как представитель бывший представитель академической науки но явно завышена поверьте господа ничего подобного ученые себя представлять не могут заречаю зависимо от того естественно бизнесмены это те кто выживает в тяжелых условиях сейчас особенно тяжелых если они занимаются бизнесом значит они могут обеспечить эффективность экономических процессов эффективность организации которые они возглавляют так это выглядит то есть даже левые они это признают просто признают но это опять же выбор то не от хорошего поскольку чиновники ничего не делают государство не выполняет своих базовых функций мы понимаете вообще это вот социология она показывает ну-ка я понимаю что он там не репрезентативно это определенный круг людей за интересующихся политикой позиционно настроены самом деле получаешь взгляды у людей либертарианские типа бизнес все пишет предоставьте но следующий ход какой бы должен быть логичный давайте дадим свободу полную бизнесмену вот пусть они определяют куда двигаться там стране обществу я каждый вожу до абсурда вы понимаете но сама по себе вот это вот домороченная социология в лучшей степени интересно я не знал что такое тотальное разочарование в силовиках просто не знал я догадывался но вот не знал ну давайте еще раз скажем о том что конечно мы не претендуем на репрезентативность это вопрос конечно вот но все-таки он любопытен мне кажется что еще предприниматели оказались на первом месте знаете почему что даже левая понимает что экономика it first сначала да сейчас до прежде чем приступить к справедливому распределению да надо все-таки и поднять из руин наверное может быть люди исходят просто из здравого смысла несмотря даже на некие такие классовые может быть предрассудки да ну не предрассудки а там классовые чувства давайте так или классовый анализ ну тогда это делает честь здравому смыслу наших людей вам так скажу и знаете что о чем хотелось бы сказать это мнение вот это в предпринимательских кругах много обсуждается вот сейчас много людей это эксперты прогнозируют и дмитрий потапенко об этом говорил вот наступает полугодие банкротств предприниматели индивидуальных предпринимателей коммерческих организаций жизненный путь людей собственников или совладельцев этих компаний был таков что за время своей коммерческой деятельности они в последнее время конечно люди больше платили налоги может быть в нулевых меньше но так или иначе за всю свою бизнес карьеру эти люди на стране в бюджет выплатили денег кратно больше чем их личное состояние на данный момент и в итоге они останутся без всего под субсидиарной ответственностью значит с долгами там и так далее вот одно это да может быть как-то вот если это понимание если бы люди это понимали может быть они к людям из бизнеса относились бы я имею ввиду конечно только микро бизнес никакого понимания здесь нет среди за чувстве искать бессмысленном можно искать сочувствие только у членов своей семьи и там условно соратников по несчастью люди заняты решением проблемы выживания александр георгиевич а считает они думаю мазь свою хоть бизнесмены эффективны у них денежки то есть завалялись где-то запрятаны вот а государству вообще на бизнес наплевать ну вот на мелкий средний крупный она поддержала что будет с вами платите налоги прекрасно будут из вас сдавить откажешься платить уйдите на устраивайтесь как безработные будет получать сколько там начнется заработанные получили полторы тысячи рублей по четыре с половиной тысячи рублей предельные предельную ставку никто не получает говорят что по-прежнему трудно оформить и в среднем до где-то в районе полутора двух тысяч гигантские деньги с ангелом хочу скажем в республике тв после увеличения размер минимального размера пособия по безработице пошла массовая регистрируемые безработицы потому что для людей в ты это дели это джин без я полностью согласен полоса для москвы знаете просто людям лень будет даже и ну даже это не то что ли они это нелогично валимич ну почему опять таки наивный вопрос 1 за сегодняшнюю передачу мы ведь с вами понимаем что микро малый и средний бизнес от не про налоги это про занятость безработица фактор социальной нестабильности ну это дважды 24 но неужели гигач это вашей системе координат дважды 24 у моей а в другой системе координат дважды 25 возможно иногда 6 а если облачности нет то даже 7 это ситуативный вопрос конечно понят контекстуально все второй опрос друзья опять попрошу вашего внимания на экран а